Нам дали зеленый свет. Отправляемся в путь. Смотрите, какой туннель прикольный. Какие дороги убитые. Когда на таких местах грузишься, то всегда вот так вот весело. То есть вот видите, вон там наверху поезд стоит, здесь тоже светофор есть. Я вот в те здания пробираюсь, думаю, что мне туда надо. Но пока не уверен. То есть ищу, где мне забрать великий груз весом целых 12 паундов. То есть это около 5 килограмм всего. Ярд. Ладно. Ну вроде добрался. Буду сейчас искать здесь. Здесь сказали, где-то доки должны быть, где траки прям будут стоять. А вон прямо, вон где зеленым мигает. Я думаю, что мне туда. Ладно, пошел выяснять. Тропами выбираюсь. Здесь вообще лимит по весу 3 тонны. Ну а я-то пустой сейчас. О, олень справа вон стоял. Не знаю, успели ли вы его видеть. Идет прямо возле дороги практически. Сейчас я вам покажу, что я погрузил. Вот, ребята, вот это мой груз. Все. Это все, что я везу на данный момент. Видите? Даже ни лейбов никаких, ничего нет. Вот такая великая погрузка у меня. Оп, встречная машина. Надо так и выключить. И ради этого гонят целый вен. Я бы мог это на легковушке перевезти бы, честно сказать. Вон, стол стоит, барахло. Вот что люди выставили, какое не нужно. Скорее всего, бесплатно. Был бы день, я бы даже остановился бы посмотреть. В Америке есть такая мода. Если тебе что-то не надо, выстави на улицу, напиши free. Часто бывает, вообще ничего не пишешь. Вот, кстати, highway переезжаем. Вот, видите, народ по highway летит. А мы летим над highway. Пришлось сейчас так называемый PPE одеть. Это персонал. А, как там сейчас? Персонал. Экипмент. А, PPE. Да, персонал, протектив, экипмент. То есть персональная защита. То есть обязательно должны быть башмаки правильные. Потом брюки, а не шорты. Эти с длинным рукавом рубашка или что-то. Светоотражающий жилет и каска. Короче, все это нацепил. Жарко, а я у них. Ну, что поделать, пришлось. Все, сейчас выхожу на платную дорогу и дальше просто highway, как всегда. Кончились красивые локальные дороги. Все я их, по сути, проехал. О, народ, зацените броневичок. Стекла бронированные. Сзади вон, для пулеметных очередей есть. Прикольный аппарат. Это штат, из которого унесло домик Элли. Кто угадает, какой это штат, пишите в комментарии. Ветрено тут. Ну, поэтому и домик унесло. Видите, как приходится руль держать, чтобы ровно ехать. Вот такой вот боковой ветер. Ну, вот, посмотрите, как кусты вон, видите, филипает ветром. Поехал. Поехал. Ссылка. Субтитры сделал DimaTorzok Волну ветерочек нагнал такую не слабую Даже барашки срывает Субтитры сделал DimaTorzok Остановился вот в Вирджинии на Рестерии поотдыхать Смотрите как красиво все сделано Там такой Типа речушки Ну правда сейчас пустая Воды нет Дождей видно не было Много беседок вот таких вот С мангалами Вот смотрите вы можете Прийти сесть на такую беседку И вот на таком Мангальчике Пожарить Гриль Это вот наверху тут тоже есть еще Столики Мусорки И мангалы Вот сейчас я вам его покажу То есть вот такая площадка возле мангала Видите залита Со столиком маленьким Ну то есть что-то положить можете Сюда засыпаете угли вниз Кстати вот мангалы все чистенькие Смотрите Ну конечно редко ими тут пользуются Но пользуются я видел Вот Засыпаете угли Можете мясо здесь пожарить Можете на такой как сковородочке Типа Вот сюда еще что-то поставить можно То есть если вы едете вот так к компании куда-то Можно очень хорошо на такой рестерии Получить удовольствие от Скажем так Обеда например или ужина Вы можете остановиться покушать Посидеть на вот таких лавочках Кстати бетонная лавочка из бетона сделана полностью Вот там вот сам хайвей И учиться стоят Машины А вот здесь такая приятная умиротворенность А вот эта лавочка кстати частично из дерева Деревья растут с красными ягодками Даже не знаю что это за дерево Но на нем красные ягоды Ой sorry Кстати территория рестерии смотрите Огорожена вот такой сеткой Вот она видите И сверху колючая проволока Чтоб животные не лазили сюда Ну кстати много я видел рестерии Но таких вот милых и красивых Относительно немного их На которых вот так приятно погулять Посидеть Я кстати может быть сейчас пойду себе обед нагрею И принесу его и посижу здесь Пообеду Жалко у меня нет куска мяса и углей Кстати надо купить чтобы угли были в машине Мешок И вот так кусок мяса купил И пожарил Просто вообще супер Очень хорошая идея Надо запомнить ее Вот она эта речушка Ну вшивая конечно Как вы видите Что-то даже пытается течь Много вот этих вот орехов Нападало Это вот с этого дерева Смотрите какое оно красивое А небо голубое-голубое Осень Осень полным ходом Идет Здесь похоже чей-то уже участок Рядом Вот там забор Идет опять же видите И вот круглый колодец какой-то Сделан А там наверху кстати Вот где народ шляется Это территория для выгула собак Сейчас я вам покажу ее Вот человек идет А там собак Отмечено Чтобы выгуливать А тут видите С навесиками Вот так вот он устроен Навесик внутри Деревянный весь Ой какая красота Так вот можно сидеть И наслаждаться Игорь Негода Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»